Романтики сказочно рады, а скептики как всегда сомневаются. Ну зачем вообще в наши дни ходить в кинотеатр, когда фильмы в отличном качестве можно посмотреть и дома? Но как бы то ни было, но ровно 52 года назад, в декабре, открытие кинотеатра «Мелодия» было событием знаковым. Единственный на всю Пермскую область большой широкоформатный кинотеатр в Березняках в 1966-м открывали показом фильма «Война и мир». А что на этот раз? Будут ли громкие премьеры? Здесь интриги никакой нет. Будет. И причем день в день. Уже завтра «Мелодия» распахнет двери кинозала с фильмом «Хроники хищных городов». Перед такой мощью ничто не устоит. Семь месяцев город жил без своей «Мелодии». Ее то закрывали, то открывали, пока прежний арендатор не отказался от нее вовсе. Кинотеатр подхватили амбициозные предприниматели. И за последнее время здесь кое-что изменилось. Люди жаловались, что здесь было холодно. Этот вопрос как-то решали? По мере возможности, то, что мы успели сделать, да, мы решали. Мы утепляли зал. В зале стало ощутимо теплее. Даже сейчас, по сравнению с тем, что было, стало лучше. Скажем прямо, суперсовременный формат «Аймакс» мы, конечно, в Березняках еще не скоро увидим. Но «Мелодия» по-прежнему остается многозальной. 3D-формат будет перенесен в малый зал. И для качественной трехмерной картинки уже закупили четыре сотни новых очков. И все-таки все внимание к большому залу. Да, организаторы без тени сомнений обещают крутой звук и картинку, атмосферу полного присутствия и погружение в параллельную реальность. Для этого в кинотеатре полностью поменяли все оборудование. «Мелодия» нам досталась, ну, честно говоря, в плачевном состоянии. Очень много сил вложено. Сил, средств. То есть, если в денежном эквиваленте переводить на деньги, ну, примерно, ну, миллионов десять уже ввалили. По ощущениям, это будет новое кино. Это хорошая акустическая система, кинотеатральная JBL. Ну, для ценителей звука, я думаю, они поймут. Новый проектор даст более яркую, более красочную картинку. Кстати, организаторы заявляют, теперь «Мелодия» – это не просто кинотеатр, а семейный развлекательный центр. К слову, именно к детскому отдыху организаторы подошли очень ответственно. К примеру, теперь у родителей есть возможность оставить малышей от четырех лет с няней, пока они будут наслаждаться кино. Наконец-то открывается кинотеатр, который мы так долго все ждали. Устранены все недочеты пожарных выходов, море все. Все видим, все клево. Также внутри нашего кинотеатра появился игровой центр, в котором мы весело отмечаем день рождения. Ну и последнее место, куда я, конечно, не могу не заглянуть – это туалет кинотеатра «Мелодия», потому что именно к уборным было больше всего претензий. Здесь было ужасно, но и, к сожалению, так и осталось. Новые директора «Мелодии» просят потерпеть. Не в прямом смысле, конечно. Ремонт туалетов начнется в ближайшее время. Их планируют перенести наверх, а здесь, в этом подвальном помещении, откроется тир для любителей пострелять. Кстати, о ценах. А вот здесь неожиданность приятная. Билетик в кино, пообещали организаторы, будет стоить дешевле. Вера Андреева, Степан Некрасов. Новости. Верхнекамья.